В 1972 году я начал Мессиинскую школу. На самом деле, каждый раз, когда я молился, Господь Бог тогда мне открывал сердце, что нужно начинать Мессиинскую школу. Но то, что мне больше всего не хотелось начинать, это была Мессиинская школа. Я думал, как такой человек, как я, может проводить Мессиинскую школу? Господи, я не могу. Однако Бог одно время не отвечал на мои молитвы, поэтому я думал, что Бог может забыл. Но прошло время, и Бог начал снова давать сердце, что нужно начинать Мессиинскую школу. Знаете, дядя моей супруги, его зовут Им Янгбин, он был основателем библейского общества Южной Кореи. Тогда, когда у него не было денег, он поехал в Великобританию и встретился с королевой Великобритании. И говорят, что это был первый азиат, который получил поцелуи от королевы. И по благодати этой королевы и Великобритании, он начал издавать Библию в Корее. И тогда называлось Британско-корейское библейское общество. И он был основателем библейского общества. Поэтому раньше, если посмотреть в последнюю страницу Библии, было написано Им Янгбин. Сейчас Ким Чюбёнг и другие люди, конечно, сейчас являются главой библейского общества. Но тогда еще дядя моей супруги был жив. И я поехал к нему. Я говорю, здравствуйте, дядя. И, конечно, он не ожидал, что я приеду. И тогда я ему сказал так. Знаете, я вот хочу начинать миссионскую школу. И очень подробно-подробно рассказал ему о плане, по которому я хочу вести миссионскую школу. Он меня выслушал и в конце говорит. Я спросил у него, а можно ли, чтобы вы тоже участвовали в этом деле? Знаете, он, конечно, дядя. Он посмотрел на меня и говорит. Слушай, вот как ты мог додуматься до такого? Я думаю, что это очень хорошая идея. И, знаете, он удивлялся, говоря, что как ты мог додуматься до такого? И говорит, очень хорошая идея. Я помогу тебе. Но ты должен помнить, что я уже в возрасте. Если бы я хотя бы на 10 лет был малыш, чем сейчас, я бы хотел помочь тебе. Поэтому я буду помогать тебе сзади. Потому что если мы будем вместе, я буду только тебе мешать. Давай, постарайся хорошо. Очень хорошая идея. И тогда он мне дал целый ящик книг, которые он имел. Хотя я их даже не смог прочитать, но я получил их. Начинать миссиянскую школу, на самом деле, я даже не мог представить, как это. Я сказал нашим братьям и сестрам, мы хотим начинать миссиянскую школу. И все братья и сестры удивились. И они спросили, а что такое миссиянская школа? А где это будет проходить? Здесь. А где вы будете есть? Здесь. А чем вы будете питаться? Тем, что Бог будет давать. В 76-м году началась миссиянская школа. И знаете, сегодня самые известные миссионеры по всему миру, это наши миссионеры. Они по всему миру трудятся. На тот момент, кстати, мы были никчемные. Ничего привлекательного у вас не было. Но мне так нравилось вести миссиянскую школу. Почему? Идет дождь, идет снег. После завтрака братья миссионерской школы ждали меня. Я открывал Библию и беседовал вместе с ними. И пока я беседую, мое сердце наполнялось и погружалось в Слово. Знаете, есть люди, которые получили спасение, которым я передавал Евангелие. А также, хотя получили одинаковую кровь Иисуса Христа, есть люди, которые не могли выдержать эту боль из-за греха и потом радуются. Есть такие люди, которые получают спасение и просто, знаете, не горячо реагируют. У каждого человека своя реакция. Да, они получили прощение грехов через кровь Иисуса Христа. Но есть люди, которые следуют за плотью. Есть люди, которые следуют за своими желаниями. Среди братьев миссионерской школы есть те, которые действительно любили Иисуса Христа, Господа нашего. И когда я смотрю на них, мне было стыдно. Потому что, хотя я пастор, но я был намного хуже, чем они. Меня тогда никто не учил. И когда я видел подобных людей, знаете, я ничего не мог сделать. Я мог только отпустить мою голову. Таких братьев было очень много. Брат нам сегодня свидетельствовал. Вроде бы ходил просто в компанию. Начал учиться в Маханайм колледже через интернет. И я слушал свидетельство о брата нам. Я подумал, вот он, интересно, как мог приобрести такое сердце? Как он мог приобрести такое сердце от Бога? Он работает и учится через интернет в колледже. И это, конечно, очень сложно, потому что можно слушать лекции только по вечерам. Потом нужно еще писать доклады. Нужно учиться, готовиться к экзаменам. Это не совсем просто. Да, конечно, не все, которые учатся в этом теологическом университете, такие. Есть хорошие, есть плохие. Но все люди меняются. Любой человек меняется. Проходит время, меняется атмосфера, меняются мысли. И люди меняются. Но нельзя сказать, что то, что люди меняются, это плохо. Да, один человек изменился. Тоже нельзя сказать, что я хорошо сделал. Почему? Потому что и хорошее превращается в плохое. И также есть люди, которые были плохими, но становятся хорошими. Поэтому изменения для людей это необходимо. Но в изменении есть некая благодать Господа Бога, невидимая. Рука Его есть. В 1962 году, знаете, мне было очень тяжело. Однако тогда, знаете, вы не представляете, как просил милости у Бога я. Когда я получил прощение грехов, и тогда в нашем доме была курица. И раз в пять дней, когда открывался рынок у нас, мы ни в коем случае не могли есть яйца, которые откалывает эта курица. Когда отец, например, берет эти яйца, берет с собой на ярмарку и ждет, чтобы кто-то купил их. И когда он продаст их, я, конечно, не знаю, сколько сейчас стоят яйца. Вот 29, сколько стоит здесь? 10 долларов в Корее? Нет? Еще дешевле? Сколько вот 20 яйца будет стоить? 5 долларов. 4 доллара? 5,5. Наверное, это очень хорошие яйца. Так вот, он берет 20 яйц. Продав их, он покупает спичку, свечи. И если у нас не будет денег, нам нужно продавать рис. Если не будет риса, тогда нам нужно есть кашу. И мы с такими сложными условиями жили. Но в таких условиях, когда мы жили, знаете, мне хотелось как-то выжить. И для этого я очень много думал. Однако, как бы я много не думал, Знаете, у меня не было пути, чтобы освободиться от такой жизни. Я все пробовал, что можно. Однако, у меня не было надежды. И в 62-м году Самой последней моей надеждой это было поступить в армию офицером, техником. Но меня даже туда не взяли. Я пошел тогда к военному врачу. Если бы и пресс-фиктор Ли был тогда, он, может быть, меня повзял. Но я попросил, можете дать, пожалуйста, разрешение мне служить офицером? И меня спрашивают, зачем тебе? Просто когда будут брать тебя как обычный солдат, и тогда будешь служить в армии. Я сказал, пожалуйста, пожалуйста, возьмите меня. Что он говорит? Вот послушай, даже если мне придется уволиться, я не смогу тебе дать разрешение, потому что у тебя передний зуб сломан. Как военный врач, если даст разрешение солдату, у которого зуб сломан, представляешь, что будет со мной? И знаете, я так надеялся, что смогу служить офицером, техником. Но из-за того, что мой зуб чуть-чуть сломан, из-за этого меня не брали. Я не мог представить, что меня не возьмут даже в офицеры, в армию. Я думал, почему же у меня не получается? Почему у всех получается, а вот у меня ничего не получается? Я что, в прошлой жизни что-то натворил такое серьезное? Я очень сильно мучился и думал об этом. И в 62-м году я получил прощение грехов. До сих пор, когда я думаю, у меня есть огромная радость, то, что я смог освободиться от моего греха. И тогда мне хотелось как-то поблагодарить Господа Бога, пожертвовать что-нибудь. Однако, месяц прошел, два месяца прошло, но я даже не мог подобрать копейку, чтобы пожертвовать. Я думал даже, простите, может, надо украсть откуда-то средства, чтобы пожертвовать Богу. Настолько у меня не было денег. Но как можно украсть деньги, правильно, чтобы Богу пожертвовать? и тогда мы часто пели гимны в словах, где есть такие, что всегда вот плачу, но даже слезами я не могу поблагодарить Господа Бога за Его благодать. Я могу отдать всего лишь мое тело, поэтому отдаю тебе, Господи, мое тело. Я пел этот гимн. когда я подумал, что я отдаю себе Господу Богу, меня, которого даже в армию не берут в офицеры, меня, которые не хотят использовать в этом обществе, я думал, где можно использовать такого меня? Знаете, я был ненужным, бесполезным человеком. это был поствоенный период, и поэтому в деревне было очень сложно найти мужчин. В многих домах жили только одни женщины без мужчин. Поэтому, если, например, я посещал кого-то, то я видел, что, например, печка сломана, поэтому вся комната в дыму или крыша протекает, и поэтому, когда идет дождь, да, всегда мокра дома. И поэтому я подумал об этом. Может, я чем-то другим не смогу заниматься, но я же могу помогать ремонтировать крыши или печку. Я подумал, может, этим заниматься мне? Например, приду к какой-то пожилой женщине и скажу, вот, ваша крыша протекает, я сделаю ей крышу, и потом скажу, все, я уже все закончил. Хорошего вам дня. А дайте, пожалуйста, стакан воды. Вот, выпью стакан воды и буду благодарить Господу Богу. И когда я представил такую картину, у меня была большая радость на душе. или скажу женщина, вот, все, я отремонтировал, хорошей жизни вам. И потом знак благодарности стакан воды получу, и я буду только счастлив от этой жизни, я подумал. Я подумал, вот, такую жизнь я смогу жить. И потом, когда я стану совсем пожилым, как сейчас, буду ходить, продолжать работать, ремонтировать крыши. И тогда я буду счастлив, я думаю. Я никогда даже не мог представить, что стану пастором, что я стану евангелистом. Я не мог представить, что это возможно. Знаете, у меня короткий язык, поэтому я очень невнятно разговаривал. Моя супруга всегда меня ругала, что я говорю 33, что я не могу сказать ровно 33. я всегда говорил 33, 33. Я не мог представить, что я смогу стать служителем Божиим. Но, когда Бог начал меня делать Его служителем, тогда самый бесполезный человек в обществе стал служителем. Знаете, я ничего не знал и жил просто. Но потом проходит время, оглядываясь назад, я вижу, что я стал пастором. Я стал пастором. Я спрашиваю у себя, ты пастор? Ты что, пастор? когда я встречаюсь с братьями и сестрами, да, некоторые братья и сестры, знаете, они больше любят Господа Бога, чем даже служитель. И тогда, знаете, мне нечего сказать перед ними. Как этот брат мог полюбить Господа Бога, интересно? как эта сестра могла жить так перед Господом Богом? Знаете, каждый раз, когда я это вижу и чувствую, эти братья и сестры подходят ко мне и спрашивают, пастор, и тогда я спрашиваю, ты что, пастор? Как ты можешь называть себя пастором? Иногда мне бывает так стыдно, но я счастлив, что такие братья и сестры есть у нас, и я благодарен Богу за то, что он меня использует. Знаете, служители нашей миссии, да, у нас есть многие служители, хотя вроде бы одинаковые служители, но каждый служитель отличается друг от друга, есть те, которые обманывают, осуждают церковь. Да, если бы все были бы такие, тогда бы давно бы я бы оставил эту идею с миссиянской школой. Однако, да, все проходят одинаковую учебу. Когда мы начинаем, мы начинаем с больших трудностей. Ну, я думаю, что надо этим заниматься, может, я не буду этим заниматься, почему же так тяжело. Когда мы проводим молодежный лагерь, всегда нам было очень тяжело, и финансово было тяжело, были многие трудности. Однако, когда заканчиваются мероприятия, у нас есть всегда большая благодарность. О, почему мы этим не занимались изначально? когда начиналось все, было так тяжело и трудно. Да, но потом радуемся. Почему? Потому что Господь до сих пор Он ни разу не делал, чтобы мы упали. Я сказал, давайте будем проводить формы христианских лидеров с ЕЛЭФ. И тогда служители говорят, что это невозможно. Мы начинали молодежную организацию АйВЭФ, потом начали проводить программу ГУНЮСКОРС, когда собирали волонтеров, чтобы отправить за границу. Прошло несколько лет, и нашей церкви студентов уже не осталось. Да, не было студентов, которых можно было отправить за границу. Тогда я сказал, давайте будем отправлять ребят, которые не в нашей миссии. Тогда сказали, кто захочет поехать, пастор? И мы впервые попробовали отправить ребят, которые не входят в наши церкви, волонтерами за границу. И в последний день набора я был в Токоми. И по корейскому времени 12 часов дня желающих было всего 600 человек или 200 человек. Но вечером вдруг показатели начали расти. Да, цифры поднимаются, поднимаются. И в 11 часов вечера по корейскому времени, знаете, до каких поднялось желающих? их стало тысячу. И в конце концов 1300-1400 человек было желающих поехать. Цифры поднимаются. Я подумал, может есть проблема в системе? Почему так вдруг цифры поднялись? И с того момента сотни студентов мы отправляем за границу. в этот раз знаете, мы проводили концерты, но в последний раз мы собрали нескольких братья и сестер и потом проводили концерт, потому что наши молодые хотели проводить концерт. И знаете, когда я видел их выступление, я думал, как сегодняшние молодые ребята могут так выступать? Тайлор он вырос в индийской племени и он провалил свою жизнь. Но наши братья поехали в индийские племена и участвовали на молодежном лагере. И эти молодые ребята, приехав в лагерь, знаете, их невозможно было контролировать, потому что всю жизнь они жили так, как им хотелось. Никто не поступал по режиму, просто жили так, как им хотелось. Но Тайлор в этот раз приехал в Корею, я подумал, ну, приехал, значит, приехал. Но интересно, когда я с ней встретился, он настолько изменился, что я даже засемневался, является ли он из индийского племени. Знаете, это юноша, чье сердце было наполнено мыслью о том, что нужно покушить самоубийством, тот, который страдал из-за своей жизни, он высокий, красив, интересно, он стал очень драгоценным человеком. юноша, юноша, который не мог никак войти в группу нашу, он смог адаптироваться. Знаете, у нас есть сила, которая превышает наши силы. Пасторок-супак, вроде бы тот пасторок-супак, которого все знают, но внутри пасторок-супака есть некая сила, которая живет в нем. У спасенных, братьев-сестер, есть некая сила, неважно, какие они люди, неважно, в какой жизни мы живем, есть некая сила, которая живет в них и действует. И эта сила, и также есть дьявол, который ведет нас к соблазни. Знаете, в Диане 5 главе они спрятали часть земли? Да после того, как ты продал землю, не твое ли было и приобретенное продажей, не твое ли властью находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, о Богу. Знаете, когда я читаю, мне непонятно это. Да. Если бы кто-то бы умер из-за того, что не все пожертвовали, никто бы не стал выходить в нашу церковь даже. Почему же Петр должен был убить Ананию? Мне было непонятно сначала. однако многие братья и сестры продавали все и жертвовали для церкви. Анания же скрыл часть от продажи. Я подумал, что же может произойти тогда? Как это может повлиять на братьев-сестер? Когда Анания испытывал трудности, он будет использовать деньги, которые он спрятал. Например, кого-то положили в больницу, братья и сестры хотели пожертвовать для него, а потом у Анании есть деньги на лечение. Потом братья и сестры думают про себя, откуда же у него деньги взялись? А, он спрятал часть. О, Анания умный, а наш муж же все отдал. Вот он так глупо поступил. И тогда в церкви будет царить странная атмосфера. И в церкви сердца братьев-сестер будет идти в темную сторону. И это есть то, что хочет сатана. И то, что сделали Анания и Сафира, может повлиять на всех братьев-сестер. Сатана сделал, чтобы мы не могли идти верою. И знаете, если посмотреть историю христианства, все люди, которые противились церкви, это не какие-то особые люди. Знаете, если посмотреть, как умирали известные христианские лидеры, знаете, кто их сдавал? Сдавали братья и сестры. Большинство из них были сданы своими же братьями и сестрами. И сегодня также многих людей сатана искушают. И поэтому люди противятся церкви, думая, что они правы. Они думают, что они сделали хорошо. Сами не понимают, что они делают. Но сатана так хитрым образом искушает, чтобы спасенные люди, которые получали руководство от Господа Бога, чтобы они были использованы в плане сатаны. И тогда эти люди становятся очень страшными. Знаете, кто продал Иисуса Христа? Один из двенадцати учеников Иисуса. Кого легче всего использовать сатаны? Сатаны используют легче всего одного из двенадцати. Поэтому он без конца искушал ученика Иисуса Христа. Если бы она не Сафира, они не подозревали, какой они грех совершают. Или Юда Искарио тоже не представлял. однако в этой церкви точно если мы будем вести духовную жизнь, то есть путь церкви, по которому Бог ведет его. И мы должны следовать за ним. И тогда мы будем идти по сердцу Господа Бога, идти по его дороге. Неважно взрослые или молодые, деньги есть или нет, умные, неумные, неважно находиться в руководстве Господа Бога. Вот самое главное и это самое лучшее. Знаете, как Бог ведет меня, как Господь Бог защитил меня от трудностей, как Господь Бог сделал, чтобы я уповал на Бога, как Бог открывал мне Писание. И я очень ясно видел и знаю, как Он вел меня. Я вот думаю, в нашей церкви есть школьники, им 18, 19, если бы они подумали о том, чтобы посвятить свою жизнь Господу. В этот раз я приготовил новую программу для молодых людей. те волонтеры, которые пойдут в следующем году за границу, мы хотим их собрать в апреле, мы хотим собрать их в апреле, и чтобы перед тем, как поехать в следующем году волонтерами, чтобы они заранее определились страной, куда они поедут, не просто отправлять их в Германию, или в Гану, или в испанские страны, а где-то хотя бы полгода с ними заниматься изучением языка, мы решили отправить их после того, как они будут знать язык. Если молодые люди где-то полгода будут учить иностранный язык, если ты с нуля изучаешь на месте язык, сложно, а если ты будешь хоть что-то знать, тогда год пожив в той стране, они будут очень хорошо владеть местным языком. Например, вот в Россию, если мы отправим студентов, которые хорошо владеют русским языком, если таких ребят будет 10 человек, то на самом деле это великолепно. В Парагуаи или в Аргентину, где используют испанский язык, появляются студенты, которые хорошо уже знают испанский язык, они будут совершать выдающие дела. Знаете, вот когда я живу, например, просто устроился на работу, да, можно жить, конечно, так. Живешь, вроде бы неплохо живешь, но тогда, когда тебе 18, 19 или 20 лет, да, я буду жить ради Иисуса Христа, дам свою жизнь Иисусу Христу, если так подумает, да, будет порой терпеть то, что ему хочется научиться контролировать свои желания, хочу оставшись жить ради Господа Бога, буду читать Библию, научусь проповедовать, да, он продолжает заниматься учебой, но в 20 лет, до 70 лет, если человек будет жить, то уже 50 лет получается. Если человек, которому 20 лет получил спасение, если он будет жить ради Иисуса Христа на протяжении 50 лет, на самом деле, он сможет совершить великие дела своей жизни. И более всего, Бог будет помогать ему. Знаете, Фернандо Луку, с которым я познакомился, президент Парагуая, в этот раз я второй раз с ним встретился, и господин президент Парагуая встретился со мною благодаря тоже задействию бывшего президента Луку. И знаете, это первый президент, которым я передавал Евангелие, и он получил спасение. Он несколько раз хотел приехать в Корею, сейчас плохо чувствует, он говорит, что проблемы с ногами, но врачи говорят, что это из-за крови. На самом деле, чтобы кровь улучшить, самый хороший способ это есть овощи. Однако, в тех странах очень мало едят овощи. По-моему, только корицы едят столько овощей. Наши предки выбрали самую хорошую кухню, мне кажется. И сегодня там практически не едят овощи. Так вот, в нашей стране, если молодой человек, которому всего лишь 18, 19 или 20 лет, да, если он определится, что я буду жить ради Господа Бога, если будет идти в эту сторону, тогда я видел, как Бог вел меня до сегодняшнего дня. И это удивительно. Огромные дела Господь Бог совершал в моей жизни. Но люди, знаете, они колебрятся и думают, ну, достаточно ходить только в воскресенье в церковь. Но если они будут считать, что да, я могу умереть сегодня, поэтому я буду жить ради Господа Бога, буду жить, что мою жизнь я отдаю Господу Богу. Если до 70 лет он будет жить, это 50 лет. Если он будет так жить перед Господом Богом, тогда он сможет поменять весь мир. Я не думал, что я буду жить такой же жизнью, как сейчас. я говорил служить им давайте проводить форум христианских лидеров СЛФ. В 17-м году мы начали первый форум СЛФ и где-то 700 человек в Америке собралось и на протяжении одной недели я им передавал Евангелие. В Америке и в соседних странах пришли служители и наши служители и где-то тысяч пятьдесят служителей собралось в Корее. Мы проводили лагерь в Корее. И знаете, все они были очень сильно в восторге. И они часто спрашивают «Пастор, как вы можете так легко трактовать Библию?» Я им отвечаю «Библия она простая». Тогда они удивляются и спрашивают «Что-что? Библия простая? Вы что, пастор?» На самом деле Библия очень простая. Иисус Христос во время брачного пира в Гане Галилейском не хватало вина. То, что Он превратил воду в вино. Это очень просто. Надо просто поверить. Если поверить, то будет очень просто. А вот человеку, который не поверил, это будет сложно, потому что он будет думать, как эта вода может превратиться в вино? Как можно различить вино и воду? Как это могло быть? Да, если мы хотим теоретически понять, это очень сложно. Но если ты не изучаешь просто, если веришь, что Иисус это совершил, тогда очень просто. И ты сможешь очень легко проникнуть в этот духовный мир. теологи говорят, как эта дева могла родить ребенка? И говорят, что это невозможно. Да, может быть, им так кажется. Знаете, в Америке есть один человек, и его супруга начала ходить в церковь. И очень усердно верила. И он является ученым, который изучает науку. И он думал, вот, глупая моя супруга, она обманута этим пастором, и он решил, надо будет его наказать. И поэтому он сказал, давай пригласим твоего пастора на ужин. И он пригласил пастора на ужин. И говорит, пастор, скажите, пожалуйста, вы считаете, что возможно ли, чтобы дева родила ребенка? И пастор сказал, конечно, если Господь Бог делает, тогда что может быть невозможным? Ой-ой-ой, пастор, я разочарован в вас. Я ученый. Научно никаким образом невозможно, чтобы женщина родила ребенка без мужа. Я не мог представить, что моя супруга верит в слова такого глупого человека, как вы. вы такой бездарный человек. И так закончился их ужин. Но потом этот ученый испытывал очень большие трудности. Он исследовал кое-что, но у него не получилось в исследовании. И все потерял. И он поверил в Иисуса. И однажды он сказал своей супруге, дорогая, давай пригласим твоего пастора к нам на ужин. Я в прошлый раз так нехорошо поступил перед ним, поэтому я хочу его чем-то угостить. И пригласили пастора. И он спрашивает, пастор, вы продолжаете ли верить, что дева может родить сына? Да, конечно, я верю в Библию. Тогда он говорит, пастор, я тоже верю в это. И это можно вполне доказать научно. Как? Вот кураж приносит яйца даже без петуха, правильно? Как ваша наука почему-то в такой-то ситуации говорит, что невозможно, а в такой ситуации говорит, что невозможно? Но, пастор, просто на тот момент я не верил в Иисуса Христа, и поэтому я искал только то, что может отвергать Иисуса Христа. Когда я захотел поверить, тогда все можно доказать. сатана дает нам множество множество мыслей разных и мыслей, которые делают, чтобы наш интерес отошел от духовной жизни, или мыслей, которые делают, что у нас была неверия в Господу Богу. Самые разные мысли дают нам и дают мудрость, которая выше, чем наши мысли. Чтобы мы нашей душой стали далеко от Господа Бога, чтобы следовать за нашими плоскими желаниями, чтобы мы впали в грех, чтобы противились церкви. Именно так сатана ведет нас. Человек, на самом деле, даже если у него низкий интеллект, ничего страшного верить в Бога. Сатана мудрый, поэтому он может легко нас обмануть. Но самая большая проблема заключается в том, что в нашей жизни есть провидение Господа Бога. Есть провидение Божие. Когда мы просто смотрим, мы не знаем, если мы слушаем голос сатаны, только видим негативные вещи. Однако, если мы хотя бы немного будем признавать Господа Бога, тогда жизнь, в которой я живу, я смогу увидеть провидение Божие. В тот вечер, когда я с моей дочерью и супругой не погибли, на самом деле, мы должны были умереть из-за газа, который вышел от брикета. В тот день точно мы должны были погибнуть с моей дочерью и супругой. однако, вдруг моя дочка проснулась и начала плакать, и когда второй раз она проснулась и плакала, это был звук от Господа Бога. На следующий день мы могли оказаться просто мертвецами. Да, Господь Бог защищает меня, даже когда я могу оказаться в ситуации, где погибнуть должен, и отдавать мою жизнь такому Господу Богу, и когда я защищаю свою жизнь, невозможно сравнить подобные жизни. Когда я подумал, моя дочь, да, я был так благодарен моей дочери. Обычно, когда я засыпаю, я плохо просыпаюсь, но Унзок проснулась, и я немножко злился даже, когда она разбудила меня, но многие люди умирали тогда из-за газа, который исходит из брикетан, и я должен был тоже погибнуть, однако, Господь Бог спас меня, чтобы я передавал слово Бог спас меня, вот почему я мог выжить. Тогда разве это мое тело? Это тело Господа Бога, потому что Он защитил меня, и не только меня, все мы можем погибнуть, все мы можем потерпеть трудностей, но по благодати Божьей мы все живы. Если мы об этом знаем, конечно, если мы об этом не думаем, мы думаем, что мы такие молодцы, что все у нас хорошо, однако драгоценная рука Господа Бога ведет каждого из нас. Знаете, есть жена сына пророческого, ее муж уверовал и хотел стать учеником пророка, и поэтому учился так же самое. В нашей церкви есть такие сестры, которые не хотят быть служителями, но из-за того, что муж стал служителем, поэтому они просто вынуждены быть с мужьями. Есть такие тоже жены служители у нас, и они идут по плоти, и таких много. Идут не по плоти, они идут по плоти, потому что об одном они не могут подумать. Цифра семь, это значит совершенная цифра. Если убрать одну цифру, то да, будет шесть, а шесть символизирует плоть. Другими словами, плоть, человек, это цифра шесть. Если еще минус один, это пять, это благодать. И так интересно, если рассматривать с такой точки зрения цифры. Человек символизирует шесть. Действительно, если я понимаю, что я недостатки, тогда это превращается в пять, благодать. Знаете, дочь, жена сына пророческого, она старалась, да, муж служил Богу, ей это не нравилось, жена миссинир Раким, она вместе с мужем поехала в Гану, и было ей так тяжело жить там, и думала, вот эти насекомые, нет воды в туалете, жарко, столько насекомых, как можно жить в таких условиях вообще? и однажды сказали, чтобы миссионеры с супругой поехали в джунгли, она чуть в уморок не упала, я тоже часто бывал в джунглях, знаете, вот так смотришь на дерево, да, и змея на тебя смотрит, и я часто оказывался в подобных ситуациях, и так удивляюсь, и знаете, когда эта сестра оказалась в джунглях, она впервые увидела любовь Господа Бога, есть человек, который пригласил их, и он сказал, пастор, пожалуйста, простите, в нашем доме есть банана, но это дерево моей супруги, и поэтому я не могу есть, знаете, моя супруга, она вышла хотя за меня замуж, но и она из богатой семьи, и она тоже богатая, а я же бедный, хотя мы живем в одном доме, но я не могу спать ее вещи, тогда она подумала, жена пастора, что это за жена такая, которая вроде бы живет в одном доме с мужем, и считает, это мое, а это твое, не разрешает мужу есть фрукты, что это за супруги, но потом жена пастора удивилась, почему, потому что она подняла, что да, а может быть она не делит банановые деревья с мужем, но много в другом в душе она разделяет, и тогда она поняла, что я такая же как эта женщина, и знаете, потом они поехали в Бенин, а в Бенине используют французский язык, и что говорит жена миссионера. Знаете, я вот открою Библию на английском, и потом на французском Библию, и еще словарь, и она ходила в каждый дом и передавала Евангелие, потом, и она, к сожалению, заболела малорией и умерла, но знаете, когда я слушал ее свидетельство, этот путь, по которому она шла в своей жизни, это очень прекрасная дорога и очень ценная дорога. Знаете, плохо владеет французским языком, но открывала словарь и показывала слово, и говорила, прочитайте это слово, прочитайте это слово, да, и она радовалась. Знаете, очень дорогой жизнью она жила, и когда мы обнаружим себя, у нас будет тоже такой жизнью. Уже Нессина пророческого жила с мужем, но всегда у нее было возмущение, она следовала за человеческими мыслями и думает, я не могу больше так жить, почему я должна учиться в Мессинской школе, нельзя ли жить, стать пресс-фиктором или дьяконом, зачем поступать в Мессинскую школу? Но однажды ее муж умер, думает, ну хорошо, муж умер, конечно печально, но теперь я смогу выйти из этой жизни и буду жить хорошо с детьми своими, сыновьями своими, буду зарабатывать деньги, взяла деньги у кого-то, начал заниматься бизнесом. И знаете, когда в бизнесе идет все хорошо, тогда даже можно ничего не делать, все равно будет хорошо, а когда ничего не получается, тогда хоть что бы ты ни делал, все не получится. Если хотите, чтобы было хорошо в бизнесе, даже то, что не должно продаваться, будет хорошо продаваться, а если не получается в бизнесе, даже то, что должно хорошо продаваться, не будет продаваться. И все бизнесмены так говорят, что все было хорошо, все было хорошо, но из-за плохих расчетов не получилось. В общем, всегда одного условия достаточно, чтобы потерпеть провал в бизнесе. Если бы я был бы на месте этой женщины Пошел бы к Божьему человеку Когда, знаете, долг сокрыли И тогда я бы двух сыновей отправил бы к пророку учиться Я думал, вы бы так не поступили А я бы так поступил Именно поэтому Когда она начала от дна Да, испытывала трудности в жизни Но теперь У меня есть одна надежда Это Господь Бог Господь Бог, Ты лучший Но я об этом не знал Не знаю из-за этого Поэтому я надеялась на этот мир Господь Бог, из-за этого я следовал за плотью Не зная этого, я оставил Тебя, Господи Из-за того, что не знал Я не ценил духовную жизнь Кроме этих слов Ничего она больше не сможет сказать Знаете, если мы знаем любовь Иисуса Христа Тогда вы сможете увидеть, что в этот мир Он не имеет никакого значения Что говорит Иисус? Царство Небесное Подобно сокровищу, спрятанному на поле И кто-то работал на этом поле И увидел, что-то там под землей есть И видит там сокровища И он закопал глубже В других глазах Не видно Это просто земля Но для этого же человека Это поле Это сокровище Правильно? И он продаст все свое имение И все равно возьмет эту землю Правильно? Тот, который не знает Что в этой поле спрятано Скажет, вот идиот Зачем покупает эту землю бесполезную? Так скажут, конечно Мы же Если обнаружим сокровище То Даже если мы захотим Не думать об этом поле Мы не сможем не думать Однако люди смотрят только на поверхность Поэтому они так поступают Не знают ценность Если они обнаружат сокровище Они не смогут так поступать Даже продадут все имение Но будут готовы купить эту землю То же самое Сокровище, которое есть у Иисуса Христа И этот Господь Который спас меня Который должен был погибнуть И подобных случаев было ни раз Ни два Многократно раз было проклятие передо мной Были гонения Были трудности Были противники Но до сих пор До сегодняшнего дня Я могу стоять за кафедры И передавать слово Это есть благодать Божия Это есть благодать Божия Это его любовь Когда я не знал об этом Я не вижу ценности И смысла заниматься этим Однако, когда я обнаруживаю сокровище Спрятанное на поле Я могу отдать полностью себя И не жалко будет Когда я не знаю благодать Божия Тогда Когда я не знаю любви Господа Бога Тогда мне кажется, что Господь Бог Он незначительно маленький Но Меня, который должен следовать за плотью За греховными мыслями Он Своей драгоценной любовью Своей благодатью Который умер на кресте за меня И который очистил мой грех Тот, который не пощадил себя ради меня Женщина, взятая в прелюбодяне Когда вернулась домой Вы представляете, каково было ей Какая благодарность наполняла ее в сердце А меня, которая должна была погибнуть Господь спас А, я смогла проснуться Спастись А, я очнулась наконец-то Что А, Иисус Христос спас меня Теперь она не может забыть Драгоценного Иисуса Христа Нас сатана ведет, чтобы мы погибли Но Он нас взял И сделал своими детьми Какая разница, если чуть ли мы бедные Если мы чуть ли мы голодные Это разве проблема? Даже если есть некоторые трудности То какая разница Если этот Иисус Христос будет со мной Дьявол без конца ведет нашу душу В сторону мира В сторону этих мирских плотских желаний Так ведет нас каждый день сатана До того, как я узнал святость Господа Бога Милость Его Все мы думали так Сегодня утро Я про себя разговаривал с супругой сына пророческого Я у нее задал вопрос Что вы сделали с двумя сыновьями Вашими И она как будто отвечает А что спрашивать? Естественно, отправила к пророку учиться Да Есть Драгоценными служителями они стали потом Один Служит в Америке Второй в Германии Двоих Живут хорошо Я думаю, что она так поступила Дорогие братья и сестры Знаете, сатана Делает, чтобы Иисус Христос казался маленьким Чтобы церковь казался смешным Так, как будто церковь не имеет никакого значения Никакой ценности не имеет Но если мы знаем любовь Иисуса Христа Тогда мы вспомним, что я ведь получил спасение Ведь отец мой получил спасение и умер Знаете, мой старший брат Он говорил, что он плохой сын перед отцом А я про себя думал каждый раз, что я хороший сын Правильно? Потому что я сделал, чтобы мой отец попал в Царство Небесное Что лучшее может сделать сын для отца? Мой брат всегда был расстроен, когда думал о смерти отца Мне всегда было радостно Когда были похороны отца Приготовили свинину И так было вкусно Я говорю, брат, здесь вкусное мясо И я вторую порцию начал есть Тогда мой брат, он начал смотреть на меня И он, конечно, вслух ничего не сказал Но мне казалось про себя, он говорит Как ты, будучи пастора, ешь свинину на похороне отца? Ты что, сумасшедший? Но мне было совсем не печально И я всего лишь две порции сел Живу в ином мире Знаете, брат хотел сделать на могиле отца памятный Я сказал, не надо Но брат говорит Брат, не говори так Я знаю, что это бессмысленно Но я отцу ничего хорошего не сделал Поэтому хотя бы это я думаю, что должно сделать Иначе я не выдержу Поэтому ничего не говори Я ничего не говорил Знаете, брат плакал только Если подумать Мой брат очень много сделал хорошего для отца Да, они часто ругались с отцом Из-за разницы в поколении Но душой же он уважал отца Я никогда не поступал, как мой старший брат Но я могу сказать, что я лучший сын перед отцом Чем мой старший брат Потому что единственное, что я сделал, будучи пастором, хорошо Это то, что он получил мой отец спасение Я всегда был благодарен за это Знаете, я живу пастором не потому, что это моя профессия Но я живу, потому что я получаю здесь радость Получаю свою завтрашний день Благодарность, счастье я получаю Но люди, которые верят в Господа Бога Но есть люди, которые несчастливы Есть люди, которые не радуются Которые не веселятся Верят в Иисуса Христа Но они обмануты дьяволом Дорогие братья и сестры Если мы с Иисусом будем едиными То нам уже более ничего не нужно будет Когда эту женщину Вели Чтобы убить Она соединилась с Господом Богом Тогда Бог защитил ее Двух детей Жены и сына пророческого Бог защитил То же самое Давайте будем жить смотря на Иисуса Христа Когда Будем думать о Его благодати, которую Он явил Давайте будем думать Как Господь Бог Пролил кровь за нас За мой грех Петр Когда ушел От Иисуса Христа Отрехся Знаете Тот Голос петуха Давайте подумаем Мы не можем Тогда идти по плоти Иисус Христос наполниет наши сердца Попробуйте в душе Общаться с Иисусом Христом И жить с Ним Тогда вы будете счастливы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok